Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан, вы на канале GBJ. Это еженедельное прохождение испытания, но сейчас я хотелось бы вам показать сначала оружие, которое будет у нас в обновлении. Это оружие ближнего боя, мы с ребятами уже перевели абсолютно все, то есть и сейчас я расскажу, что из себя, на какой из них представляет. Собственно, молоточек, друзья. Коронные удары наносят на 100% больше урона, намного дальше отталкивают зомби и при убийстве особого зомби у вас идет 3 секунды сопротивления к негативным эффектам. Собственно, я, насколько понимаю, это газ токсика, возможно, вас не смогут схватить, но на самом деле это все будет в будущем и посмотрим, как эта механика будет работать. Итак, друзья, очень даже имбовое оружие, лично на мое мнение, это топор, скажем так, вместе с каким-то зажигательным пистолетом или чем-то таким. То есть, что оно из себя представляет? Вы во время удара становитесь неуязвимым, то есть это, скажем так, скилловые палачи, которые умеют рассчитывать вот этот тайминг, они будут просто бессмертные. Плюс вы восстанавливаете всю стамину, если убиваете горящего зомби и плюс в радиусе атаки убивает на одного больше зомби. То есть, в целом, это очень мощное оружие, это уже позволит палачу играть там через какой-то минус friendly fire, если, скажем, да, вы будете подгадывать именно вот этот момент удара. Непонятно, какая еще будет анимация, какая скорость удара будет, здесь, как видите, есть параметр скорости, поэтому не факт, что оно будет прям такое имбовое. Возможно, будет супер низкая анимация, но если будет быстрая анимация, как у Катаны, то это будет фактически бессмертие. Ну и, на мой взгляд, не самое, скажем так, лучшее оружие из того, что я видел, это бита. Собственно, что оно себе представляет? Коронный удар восстанавливает вам стамину ближнего боя, а убийство зомби восстанавливает стамину бега. Собственно, все как бы классно, да, но в теории здесь есть оружие получше. И сейчас переходим к легкому оружию. И реально интересное оружие ближнего боя, оно имеет достаточно большую скорость, но небольшой урон, но за счет множителя урона у палача, который, я думаю, после обновления также останется, то на палаче они будут очень даже играбельные. Собственно, коронный удар наносит на плюс 100 урона и поражает на одну цель больше. Также, друзья, убив 5 зомби достаточно быстро, вы восстанавливаете энергию ближнего боя. То есть это позволяет, в принципе, очень-очень неплохо и быстро сражаться. Я думаю, то, что вот это вот мелкое оружие, оно по большей части будет для классов, которые будут как-то заточены под ближний бой, в плане того, что вот как палач, который имеет там прибавки к ближним ударам, то есть в плане урона. Потому что объективно этого урона не хватит на 5 черепах кого-либо убить. Ну и сверхинтересное оружие по своей механике, друзья, это серпы. Это то, что, в принципе, может из палача сделать какого-то танка. Здесь у нас, собственно, коронный удар, который поражает на одну больше цель. И самое интересное, собственно, убив быстро 5 зомби, вы восстанавливаете 5% хп. То есть это очень круто. Вот объективно это ты фактически постоянно хилишься. И с учетом того, что если ты будешь какой-то милишный класс, оружие дерется достаточно быстро, то 5 зомби убить, в принципе, не будет составлять труда. Да, единственное, что подразумевает подкоронным ударом, судя по всему, это какая-то будет атака. Тебе придется, скорее всего, зажать кнопку мыши, там какое-то время подождать, к примеру, как он битой замахнется или что-то еще такое. То есть какая-то будет своя анимация на каждое оружие. Но на самом деле, друзья, если они так сделают, это будет сложновато в плане механики, потому что не всегда здесь получится как-то зажимать кнопку. Возможно, с оружием, которое будет драться достаточно быстро, в этом будет какой-то смысл. Но если там, допустим, какая-то кувалда, у которых там очень долгий замах, то не знаю, не знаю, будет ли это интересно. И вопрос, как это оружие выйдет. Это оружие выйдет, с которым вы будете стартовать вместо катаны, либо же это оружие будет просто лежать где-то там на карте. Его можно будет подобрать вместо автомата, вместо, допустим, там какого-то второстепенного оружия. Вот как вот это вот легкое оружие. Это, возможно, будет второстепенное, тяжелое, так как основное. В общем, посмотрим. И сейчас переходим, друзья, к испытанию. Итак, друзья, переходим к испытанию. Беззащитной в ходе миссии вы не найдете оборонительных приспособлений. Тяжелая артиллерия. В ходе миссии вы найдете больше тяжелого оружия. Волны зомби будут приходить двое чаще. Играть я буду за палача, собственно, с Максимом. Играть будем вдвоем. Ребята, уже все прошли. Поэтому добавляйтесь в Дискорд. Собственно, если хотите поиграть вместе, как видите, достаточно часто бывают свободные слоты. И сейчас, в принципе, будем пытаться пройти. Миссия обещает быть реально сложной. Я не знаю, что там будет с рандомами. Макс на технаре это уже плюс в карму, скажем так. Потому что можно под гранатой срезать любые ворота. Ну, кроме дальних, конечно. Но я надеюсь, что мы это пройдем все без проблем. Вообще, в идеале, здесь надо, мне кажется, какой-то палач и два технаря через гранату и какой-то медик. Ну, да. Это будет, по-моему, самый лучший состав. То есть, ну, или какой-то оператор дрона. Но оператор дрона то такое. А, какие-то классы, которые реально хороши. Да и карты еще прикольные, в принципе. Без обороны. Потому что, ну, фактически, то есть, ну, технарь это гранат. При том, что когда несколько технарей, это двойной откат, особых достаточно много. Палач это просто такой более-менее самостоятельный класс. Так, ну, беги прямо, я пойду направо, или как, или наоборот. Давай я направо тогда. Давай тогда прямо. Надо разыграться. Я прямо как-то плохо стреляю. Как-то давно не играл. У меня же тоже первая играешь, не разыгрывался. С учетом того, что я на джойстике, на последнее время только играю, то, в принципе, такое себе вообще. Прям тут вообще ничего нет. Да, обловец у тебя там, говорят, челик. Ага. Или у меня. Есть антиматериальные, если ты любишь, радио, да-да-да. Что-то я вообще, блин. Аптека. Ловца промазал. Здесь девайс есть, если ты там не нашел. Да не, не надо. Еще одна антиматериальная. Главное, на финише нормально стрелять. Вирус есть. Еще один девайс есть. Пойдем, потерял хвозь. Давай. Что меня подлагивает? Не знаю. Что это за приколы? Что-то к нам никто не подключается. Да, я пофиг. Тут двоих хватит, я думал. Тебе главное найти какое-то улучшенное оружие, то есть, чтобы ты там вообще кучи убивал. Я буду где-то рядом тусоваться, и чтобы тебе не подходили. Ну, мы пройдем. Ну, я надеюсь, что мы пройдем. Но испытание, на самом деле, без дефа, то есть, это без сеток, без всей этой херни, но это без... Да. Вдвоем, в четвером, это не так сложно. Вот вдвоем, это сложно. Ну, с учетом того, что здесь, в принципе, не так много черепов. Халаши, снайперка есть. Будешь брать? Да, возьму. Сейчас. Туда. О, тут бензо есть. Автомат. Давай я снайперскую возьму, чтобы снять. Не особо я любитель снайперок, на самом деле, но... Пиздю, где-то сидит. Справа. Таран сзади. Это рано ты убил, да? Да. Волна. Угу. Там бочек нет? Нету. Так, я с этими ребятами, да, который слева. Окей. Тут еще бегут. Блядь. Ловится? Да. Я его спилил. Походу, или бот убил. Да я ж нажал на шокер, но шо это за бред. Я реально нажимал на шокер и ждал этого тарана. Это просто цирк. Ну, серьезно. Но, я не знаю, мне или с пинком что-то не то, но... Я реально ожидал этого тарана, пока он подбежит ближе, чтобы кинуть шокер. А в итоге шокер просто-напросто не кинулся. А там бензо была, ты не помнишь? А в самом начале вроде. Да, да. А, так у меня дохуя ее. Нормально. Аптеку бери. Я в ящик и забрал. А. Медик зашел. Нормально. Не, прикольно здесь то, что они фактически не пробивают. То есть здесь можно будет творить чудеса. Блядь, но все равно хочется сбегать. Давай я, наверное, сбегаю за бензой. Думаешь? Да, блядь, мне хочется, но полное. Тут недалеко. Ну, давай. Так, опускай заграждение, в принципе. А он опустил уже его. Там пока, скажем так, это все поставить, я уже вам не знаю. Я уже вот фактически к ней подпишу. Ну, что, может там? Он бочку поджег. Ну, бывает. Все страшно. Мы и без бочки справимся. У меня есть пила девственная. Поэтому, если что, я к автобусу подойду с пилю. Плохо, то, что медик не наш, то есть, он, ну, то, что он мне баф дал, это, это как бы, не очень, но, во всяком случае, главное, что я могу их снимать с автобуса и все будет хорошо. Так вот, вбежал, не поленился. Ты в принципе, мэр, мы вообще справляемся нехер делать. Пока да. Ой, блядь, хорошо, что я не подошел. Реально. Я уже брал пилу, как раз, понял? Я думал, оттепилить. Блядь, а кто его взорвал, в смысле? О, пулемет. Мои номера. Мы все будут死ы. Самое интересное будет на последнем дефе. Да. Это точно. На меня? На меня. Опять на меня. Это что вы на меня стреляете? Ну, в смысле? В смысле, я в тебя не стреляю. Я этих слева отстреливаю. Я этих слева отстреливаю. Рокс Квер, мы идем к чекпоинту. Аптека есть. Внизу. Смотрите на это. Окей. Стволы. Вот рабаш бери, третий. Давай, прилипни, когда он уехал. Отлично. А что забрали уже? Спасибо, team 4. Дай вашу. Она уже грабаша. Грабаш уже у медика. У нас два медика. Нихуя себе. Хе-хе. О, здесь толпа. Да, чувак стоит прямо около пулемета. да нахуя они меня стреляют я думал крипером здесь сидит есть что интересное О, вирусняк возьми. Пила есть. Ты в моем мире сейчас! Ствол автоматический. Они уже побежали. А где пила? Где пила? Где пила? Вот здесь. Ну, отлично. Все. О, третий доробаж бери. Я возьму. Та, заебали. В смысле? Один валяется. Один валяется уже у нас. Я бы реально все рассчитал. Все было окей. Ну, такое себе. Не знаю. Странно. Это все так. Мы ни хера зарядов не поприносили. не херня. Погнали. карга херня какая-то на самом деле газовых газовых и башки я внизу давай да что они по мне стреляют заебали стрелки у нас такие прикольные ха 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 а блядь неужели он нажался полный пиздец шоу них то не у меня шокером на но порой просто нихуя не жмется макс тебя граната есть да 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 сейчас охрана когда-то хуя прям соберется на дашь гранат давай кидай вниз шикарно там дан на этот сразу убей восстановить не я убил дать со мной рядом наиграют охуяные медики вообще столб стол просто вообще на нас стоит не тратится блядь знал что сука вот так она обернется а я жив смысле но я уже думал меня убили вот знал что она так будет но надумал то что он там исчез праведом да он же до запрыгивать наверх понял но вот на это дефолтная хуня у меня шесть если подыма то меня уже все спилил все блядь а так все хорошо шло я почти без урона блять был и все пошел по пизде ну зато ребята посмотрят как он как рубится палач что ж друзья надеюсь это было интересно спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайк жмите колокольчик всем ждем уже наконец-то обнову я обновлю все гайды обновлю абсолютно все что можно скажем так скажем так условиям нового оружия новых скиллов какие-то фишки какие-то новые карты короче все обязательно конечно я обновлю и покажу поэтому не забывайте подписываться чтоб собственно ничего не пропускать сейчас посмотрим награду и миссия получилась реально легкой собственно на этом пока